И теперь ямы на городских дорогах будут цветными. Такую своеобразную акцию запустили красноярские общественники. Сегодня они проводят рейд, ищут самые опасные ямы и выделяют их цветом. Первая точка – предмостная площадь. На месте сейчас работает наша съемочная группа, моя коллега Елизавета Курочкина на прямой связи со студией. Лиза, сколько людей пришло поддержать акцию и для чего ее проводят? Даша, ну пока на самом деле люди еще подходят. Звали же буквально всех. Организация «Цветные дороги Красноярска» в своей группе ВКонтакте буквально приглашали весь город на эту акцию. Но я думаю, подробнее о том, для чего она проводится, нам расскажут сейчас организаторы. Они сейчас рядом со мной. Евгений Кривенцов, Николай Тищенко. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, для чего эта акция? Вот такой банальный вопрос. Ну, как минимум, для безопасности движения дорожного, для того, чтобы обезопасить водителей от нелепых ДТП, чтобы водители как можно меньше ремонтировали свои автомобили от попадания в ямы выбоины. То есть вы считаете, что власти недостаточно уделяют внимание дорогам вашим? Да, мы считаем, что власти недостаточно уделяют внимания дорогам. Мало того, ремонт производится недостаточно качественно, мы считаем. А законно ли ваше действие? Не может ли это быть расценено как порча имущества, например? Нет, это все полностью законно, потому что перед тем, как выходя на дорогу, мы расставляем знаки аварийной остановки, включаем аварийный сигнал, и после этого только уже в специальных жилетах выходим на дорогу наносить краску. А если сотрудники ГИБДД выпишут штраф, вы будете готовы оплатить? Да, мы полностью знаем, на что мы идем, и готовы оплатить штраф, если его нам выпишут. Вот мы сейчас находимся как раз возле ямы на предмостной площади. Покажите, как это все будет происходить. В принципе, все просто. Таким вот образом наносится краска. То есть только по краям, да? Да. Спасибо вам большое. Я напомню, мы сейчас работаем на предмостной площади. Это первая точка рейда Цветные дороги Красноярска. Следующий адрес у нас на Вавилово. Мы поедем вместе с организаторами акции. Все подробности расскажем вам в ночных новостях ТВК в 23.00. В прямом эфире. Даша. Спасибо. Будем смотреть материалы.